Привет, друзья! Вновь в эфире рубрика Экспресс Разбор Раздач. И сегодня я расскажу вам о том, как контрить метагейм, который совсем недавно появился, что такое прикладное ГТО, да, и как можно в покер играть в камень-ножницы-бумага и переигрывать своего оппонента. Мы это разберем на примере раздачи с НЛ-100, где я защитил большой блайнд 7-8 разномастными против опенрейза от неизвестного рега на СБ. Вышел флоп валет 9-2 радугой, и мой оппонент поставил конбет в четверть пота. И что здесь стоит сказать, что недавно появилась новая тенденция игры, да, и некоторые оппоненты стали играть с достаточно широким конбетом без позиций СБ против ББ. Чтобы вы понимали, раньше солверы предлагали очень маленький процент конбета без позиций, да, там в среднем 30-35%, в довольно частую игру через чек-кол. Но недавно появилась такая тема, как под названием Global Frequency, когда просто опять же в том же солвере можно посчитать, с каким процентом мы ставим конбетом все руки, да, чтобы лучше реализовывать их эквити. Просто по рандомайзеру клацаем, и любую руку из нашего рейнджа опенрейза на СБ мы, например, ставим с частотой там 55% или 60%. Это при этом позволяет и защитить свой рейндж и бета, и чек-кола, да, то есть у нас в бете есть и слабые руки, и сильные, и совсем мусорные, но при этом некоторые оппоненты, они где-то, например, увидели эту тему, да, но они ее не просчитывали никак. И они взяли и переложили вот эту новую линию и тенденцию игры на свой лад. То есть они взяли и просто стали ставить очень широкие конбеты без позиции, да, и делать это маленьким сайзингом. Ну просто потому что при маленьком сайзинге конбеты, например, там треть пота или тем более четверть пота, как в этом случае, требуется очень низкая фуллтекидж для того, чтобы конбет был успешным. То есть, например, при ставке треть пота вам нужно, чтобы оппонент выкидывал всего 25% рук, четверть пота вообще 20%. То есть если я здесь буду выкидывать, например, 20%, а продолжать 80% рейнджа, то уже этот бет будет выгодный, и при этом, естественно, наверняка у оппонента будет даже больше фуллтекидж. Так вот, когда вы играете против ГТОшника, да, конечно, никакие камень, ножницы, бумага здесь вам не помогут, вам нужно тоже играть по соловеру, но как играть против тех ребят, которые на самом деле не понимают, как играет соловер, да, они просто слепую скопировали какую-то линию, при этом ее переделали на свой лад, и просто фигачить широкими конбетами без позиции, и делают ставки маленькими, да, маленькие ставки на широком рейнже. Очень простая подстройка, да, вы ее можете запомнить, и, собственно говоря, контрить разные тенденции игры, которые со временем появляются. Потому что на самом деле в покере все циклично, и то, что сейчас есть, было уже, например, 5 или 6 лет назад. Идея очень простая, то есть если оппоненты, например, слишком часто ставят конбеты в какой-то ситуации, ну, или делают какие-то вообще, в принципе, слишком частые действия, да, то вы на них можете делать более агрессивные действия, тоже более частые агрессивные действия. То есть в данном случае, когда вас, например, ставят без позиции конбет четверть пота, или треть пота, и делают это часто, там, 60-70% случаев, вы можете чаще играть через блефрейзы. То есть здесь у нас, казалось бы, достаточно хорошие отцы, да, 17%, поэтому мы будем продолжать с нашим гадшотом, даже самым маленьким. Но я бы здесь, на самом деле, против широких конбетов чаще бы просто начинал играть рейзами. Потому что это ставит такой покерный мат нашему противнику, потому что если он здесь играет с каким-то туз хай, король хай, с мелкими карманными парами по типу, не знаю, шестерок, то ему, собственно, не удается реализовать свое эквити. А такая маленькая ставка, она признана к тому, чтобы, ну, получить какое-то фолт эквити, и лучше реализовать эквити своих рук. Слабых готовых рук, каких-то неготовых рук, и вот, собственно, играя через рейс, мы можем это сделать, поэтому, если на вашем лимите вот появились такие ребята, которые, на самом деле, не являются какими-то ГТОшниками, они просто слепо скопировали эту линию, например, сейчас играют конбет в позиции, или конбет без позиции, как в этом случае, вы должны увеличивать частоту рейзов. То есть вы должны увеличивать спектр своего продолжения, но делать это за счет того, что вы добавляете в него большее количество рейзов. То есть хорошие какие-то играбельные руки вы продолжаете калировать, там, вторые пары, тупары, какое-то хорошее шоу-даун-вэлю, там, гатшоты ОСД хорошие, по типу, например, король-дамы или король-10. А вот такие самые слабые гатшоты, или какие-то слабые бэкдор-ФД, или, может быть, даже какие-то руки по типу, например, дамы-7, да, если вы здесь защитили одномастную, вы можете уже уводить в рейс. Ну, собственно, я это и сделал. За рейзер, за рейзер в данном случае получил колл, и вот здесь уже, на самом деле, очень однозначная игра. По терну у нашего оппонента довольно сильный рейндж, я обычно бы здесь не ставил бы, сдался, но нам здесь положили шестерку, мы усилились до ОСДшки. На самом деле здесь около нулевой какой-то блеф, да, вот видно, что оппонент продолжает достаточно часто, то есть в 58% случаев. Эквити у нас 18%, но, тем не менее, здесь нам нужно иметь какие-то руки для блефа, да, и 7-8 это отличная рука, она еще имеет аут на усиление, я здесь все-таки решил поставить, поставил, и в этот раз получил фолт, то есть, видите, я здесь делаю достаточно плотную ставку, почти размером в пот, на самом деле, у меня требуемый фолт-эквити в районе 50%, у меня здесь реальная фолт-эквити всего 42%, да, и живой эквити 18%, то есть, на самом деле, такая слабоплюсовая ставка, но, тем не менее, такие ставки мы должны делать. Поэтому запомните, что если в каких-то ситуациях ваши оппоненты начинают переблефовывать, переблефовывать, слишком часто делают ставки, вы в этой ситуации можете также начинать чаще блефовать и реблефовать их, и делать это с помощью рейзов, то есть, здесь лучше играть более агрессивно, играть либо чекрейзами чаще, либо рейзами в позиции. Если же вы играете против ГТОшника, да, и вы не знаете, ГТОшник против вас играет или нет, определить это достаточно просто, то есть, те ребята, которые будут играть по ГТО, которые, например, играют глобал фрикенси, у них все достаточно будет сбалансировано, у них могут быть более высокие конбеты без позиции, СБ против ББ, но при этом конбет фолды будут относительно низкие, и чекфолды у них также будут достаточно низкие, то есть, они будут играть и конбетами, и чекколами, и в целом у них будет рейндж защищен. Те же оппоненты, которые могут просто, например, слепо скопировать эту линию, но просто широко ставить конбеты, обычно у них будет высокий конбет без позиции, высокий конбет без позиции, но при этом у них будет высокий чекфолд, да, и у них еще при этом может быть высокий бетфолд. И здесь против таких ребят достаточно простая эксплуатирующая подстройка, которую мы с вами озвучили, это более широкая игра рейзами, при этом в рейзы добавляйте, это важно, да, самый низ вашего спектра кола, то есть, самые слабые руки, например, там, вот, 7-8, это самый низ спектра нашего кола, либо топ-спектра нашего фолда, да, какие-то руки, которые мы в целом выкидывали раньше, да, но, зная, что оппоненты слишком часто ставят, мы начинаем их подрыживать, например, какую-нибудь там, даму 7, как я уже говорил, мы можем заразить, или даму 6, или какой-нибудь даже король хай, то есть какая-то оверкарта, плюс бэкдор, какой-то гэдшот, мы можем заразить подобного плана руки. Используйте эту подстройку, внимательно следите за тенденциями игры на вашем лимите, и подстраивайтесь под эти тенденции должным образом. А на этом все, всем хорошего дня, удачи с вами, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok